Всем привет! И сегодня мы послушаем историю Жени. Она расскажет, как она пришла в йогу, как она еще из нее не ушла. Нет, бред какой-то. Почему она занимается, как ей это помогает страдаться? С жизнью. Я страдала так, как не страдала вообще никогда. Я была готова прям как есть сигануть в озеро. Почему все думают, что дождь это плохо? У меня открылась бездна ада в точке С. Плакать разрешено. Потому что я вот так живу, что я вот сейчас живу на коврике. Живу-то я неплохо. Всем привет! Меня зовут Катя. Это Женя. И мы сегодня послушаем ее историю знакомства с методом. Жень, ну расскажи, как ты к этому пришла? Какие были предпосылки, возможно, к знакомству? Ну, у меня никогда не было серьезных проблем со спиной. Мне как-то про этот метод рассказала мамина подруга из Питера. Она просто приезжала в гости и как-то у нас зашла речь. Она рассказала, что она занимается вот такой йогой. Мы нашли сразу сайт студии. То есть я уже все посмотрела, но я сразу не пошла. Но так случилось, что в тот год мне подарили на день рождения сертификат на массаж. И я отходила целую зиму на массаж. И поняла, что у меня со спиной все. Ну, как бы ничего серьезного, но где-то есть всякие зажимы, триггеры, которые, вот я прихожу, ложусь на стол, и мне массажист Таня говорит, господи, опять ты насидела мне тут. Я теперь должна вот это вот все у тебя разбивать. Что ты делаешь с собой? Вот, и в какой-то момент, это было весной, ну так, зимой-весной 2020 года, я вспомнила, что есть йога, которая как раз вот про вот это вот все. И я записалась на знакомительный класс, просто пошла и записалась. И 7 марта, это был такой подарок на 8 марта себе, я пришла на знакомительный класс в Кале. На знакомительном классе мы попробовали все. Мне, конечно, было дико неприятно в какие-то моменты, потому что валик до сих пор мы с ним так это самое. Вы все пропсы попробовали? По-моему, да. Мне кажется, может быть, мне кажется, даже в хатстендер, может быть, хотя не уверена. И что тогда тебя зацепило больше всего? Вот. Может быть, не какое-то определенное оборудование? Может быть, на каком-то ощущении ты себя словила тогда? Было что-то такое? Мне было очень хорошо после того, как вот полежишь на пропсах, и вот ощущение после этого, когда ты действительно чувствуешь вот эту легкость, когда ты встаешь и понимаешь, что спина действительно по-другому себя чувствует, вообще все тело себя по-другому чувствует. После каждого класса я выхожу, и я просто иду, ну, совершенно в другом каком-то темпе, ритме, чем я иду на класс. Правильно я поняла, что как таковой какой-то агрессивной, яркой боли у тебя не было. Но тебе захотелось, там, не знаю, просто вытянуться, иметь осанку. Ну, по крайней мере, я вот с таким, мне кажется, ощущением пришла на йогу, и в твоем рассказе я что-то уловила для себя схожее, или что-то другое тебя привело. Ну, и это тоже осанка, на самом деле, мне кажется, что вот я сколько занимаюсь, полтора года получается, я, конечно, стала премией, потому что мне стало удобно, во-первых, вот так вот сидеть, потому что я поняла, как можно сидеть, не облокачиваясь ни на что. То и, ну, например, в каких-то ситуациях, когда на спектакле, не знаю, сидишь, я часто бываю на спектаклях, в театре, и у нас, иногда я сижу, у нас неудобные такие венские стулья, на которые облокачиваются, ну, больно конкретно, они жмут в лопатки, вот эта вот спинка такая полукруглая. Что значит венский стул? Ну, стул такой, деревянный стул, и у него спинка состоит из двух таких вот, как бы, согнутых, гнутых таких штук. Ну, вот, и на нее облокачиваются. Если получится, то где-то здесь, или здесь, или здесь, или здесь появится картинка венского стула, чтобы вы тоже не попали в просак однажды. Да, вот, и на них, ну, как бы, удобнее сидеть, не облокачиваясь. Ну, вот я сейчас, как бы, могу так просидеть полтора часа, не устать. А, Женя, расскажи, а как практика помогает тебе в реальной жизни? Ну, во-первых, действительно изменились какие-то двигательные привычки. Например, я всегда, у меня очень много летят волосы, и я расчесываюсь над ванной, и, естественно, это наклон. И я каждый раз слежу за собой, чтобы, вот, правильно сделать дандасану, и вот, короче, вот это вот все. Да, я тоже ловилась над ванной. Да, и когда сушишь волосы, когда я убираю постель в диван, тоже я стараюсь, вот, как бы, мои тазобедренные суставы, и мои бедра вообще не хотят вот это вот все работать с утра, но их заставляю, вот. Поэтому вот какие-то мелкие движения, и там, во время уборки, вообще, в принципе, вот, когда я двигаюсь, то есть я стараюсь отслеживать вообще, в принципе, что я делаю, через что я это делаю. Ты такой очень осознанный, короче, юзер. А, на самом деле, ну, да, потому что, вот, на самом деле, главное, что йога, как бы, делает для меня, это я такой человек, который живет в голове, вот, бывают такие люди, которые вообще, вот, у которых вообще нет связи между головой и телом. То есть ты весь в мыслях, и там, я могу, если чем-то увлеклась, забыть поесть. Я могу, там, не замечать, что я устала, что я хочу спать, вот, такие какие-то вещи. А йога помогает вот эту связь головы с телом вообще, в принципе, найти и как-то наладить. Ну, то есть с тех пор, как я занимаюсь йогой, я стала больше замечать, что я устала. Я говорю себе, о, я устала, мне вообще-то надо отдохнуть. У меня бумажка висит на рабочем столе, что если я устала, я отдыхаю. Таким, что, да, поэтому, вот, и надо, наверное, не знаю, раскладывать коврик рядом и просто так отвлекаться на планку каждый раз, когда чувствую усталость. И вот это больше всего помогает, я стала намного спокойнее, мне кажется, и эмоционально стабильнее, потому что тоже, мне кажется, это благодаря йоге я как-то отслеживаю свою тревогу. Ну, и, ну, вот, тревога, она же вся вот здесь вот, и, как бы, я пытаюсь вот расслаблять какие-то мышцы, потому что, когда ты тревожишься, ты сразу вот весь вот-вот-вот как бы попал. Можно, можно, маленькую историю расскажу, в общем, микро-историю. В общем, у меня есть такой образ в голове. Мой знакомый, мы как-то со знакомым попали под дождь, и я была похожа на такого грустного гнома, да, вот этого, которого мы любим всегда транслировать, показывать. Рассказывать. Я вот так вот иду, идет дождь, я смотрю вниз, хоть бы дойти, а он идет вот так. И смотрит на меня, что я делаю, что это не так. Я говорю, давай быстрее, пошли, пошли. Он говорит, почему все думают, что дождь это плохо, что когда идет дождь, тебе нужно обязательно закрыться, скруглиться. Он говорит, ты попробуй почувствовать, как это приятно. Я так расправилась, пошла. И идет ливень, и мы вдвоем идем. Женя, я знаю, что ты ездила на ретрит, расскажи, как это было. Да, я ездила на весенний ретрит на Валдае с Олей Крикуновой, и я никогда до этого не занималась с Олей, и я хожу на начальный уровень, Оля больше как бы средний дает. И там, конечно, я очень сильно прокачалась, в том числе морально, потому что сначала было очень тяжело. Я так как думала, что вот там в 8 утра у нас медитация. Я всегда, у Али на классе, я всегда сплю на планке. И в первый же день у нас была медитация на планке под Атлант. Я такая, о, сейчас вот 15 минут, у меня нет, как бы разбудите меня, когда класс закончится. Я страдала так, как мне не страдало вообще никогда. А на второй день я просто рыдала на коврике, когда мы лежали на тонком валике, тоже была медитация. И в какой-то момент, ну, мы там делали упражнения, я не могла себя заставить там поднять таз, потянуть ноги. И ко мне подошла Оля, помогла мне. И я в этот момент просто разрыдалась, вот прям по-настоящему. Потому что из меня выходило, не знаю, напряжение просто за весь год, за всю жизнь. Это из меня просто выходило с разами. И я понимаю, что я реву, мне немножко стыдно, потому что я такая одна. Я тоже могу помочь, что не надо. А в зале там 40 человек, в общем, ну, я как бы это, как-то переживала весь день. Ну, на самом деле, после этого меня отпустило. После этого меня отпустило, и у меня все стало намного легче идти. У меня потом и последовательность асан сразу как... Ну, вот, у меня реально все вышло. Я все выплакала в лесу там. И все, все, все хорошо. И в конце ретрита меня даже Оля два раза поставила в скорпионы. Я тоже вскрикивала. Уставала. Вот, и я помню, что на последнем классе, когда мы делали последовательность асан, два часа по кругу, я после этого класса, я была готова прям как есть, просто сигануть в озеро, в одежде, во всем. Мне было так хорошо. Я очень согрелась. И вот я потом пошла все-таки переоделась, и потом мы купались. Ну, классно. Вот, в этом майском, да, озере. Вот, поэтому ретрит, и после него практика другая стала. У меня открылась бездна ада в точке С. Теперь в любом упражнении у меня сразу начинает жечь в точке С, и я думаю, что это прогресс. Мне кажется, надо повесить табличку на Валдае, на входе в класс. Сейчас плакать разрешено. Вот, поэтому ретрит как бы помог очень эмоционально как-то вот раскрыться себя, вот куда-то выплеснуть и выйти на какой-то такой внутренний уровень какого-то спокойствия и вообще, ну, такого бережного отношения к себе. Потому что я, естественно, там, лежа на этом коврике, я знала, что вот то, что вот мне сейчас так плохо, это не потому, что я на коврике лежу, не потому что там нас просят что-то сделать, а потому что я вот так живу, что я вот сейчас реву на коврике. Вот, и живу-то я неплохо. Я тревожная, я как бы эмоциональная, тревожная, я очень много чего боюсь. Как и ей. И вот это выливается в то, что иногда на йоге бывает непросто. Но она помогает с этим справляться, потому что, ну, опять же, не знаю, мне кажется, что человек, который... Вот мы стояли в конце, тоже в конце ретрита, это был такой опыт, мы стояли в хедстендерах на пирсе, то есть над водой прямо. Это были вы. Это были мы. Вот, и тоже, когда ты вот у тебя под тобой все немножко так пошатывается, ты встаешь в хедстендер, но ты перестаешь чего-то бояться вообще, ты становишься немножко бесстрашным таким, когда ты вот стоишь вместе со всеми, вот снимаются какие-то блоки. Да. Вот, и вообще становится намного так как-то легче. Такая групповая энергия. Да, вообще это был супер опыт. Это то, чего, наверное, ты не можешь добрать на домашней практике. Да, конечно. Поэтому приходить в студию очень-очень здорово. Женя, слушай, многие думают, что йога для спины, йога критического выравнивания, она для тех, у кого вот явно что-то болит, поясница, шея. А вот ты как бы не относишься к этим людям. Вот, скажи свое мнение на этот счет. Ну, Аля на каждом классе нам говорит, что если у вас ничего не болит, это не значит, что у вас все хорошо. Возможно. Ну, то есть, если ничего не болит, все равно это нужно смотреть на свою жизнь. И если ты сидишь целый день за компьютером, и, не знаю, раз в неделю на выходных выходишь погулять, скорее всего, ты напрягаешься. И это просто вылезет потом. То есть, лучше заняться этим сейчас и учиться жить в своем теле сейчас, чем потом лечить спину уже там серьезно делать операции. Это как утро, я вообще просто в шоке. Вот. Поэтому, ну, как-то так. Мне кажется, что это наоборот для тех, у кого еще не болит. Ну, для тех, у кого болит тоже, но для тех, у кого еще не болит, и кто не хочет, чтобы болело в будущем. Потому что, когда смотришь там на бабушек, тоже вот хочется, чтобы 30 лет назад вот отмотать, чтобы у них даже была планка и бэкбендер. Вот. Чтобы он был лучше. Женя, спасибо большое, что поделила свои истории со мной, с нашими зрителями. И будем ждать тебя в студии. Куда я делась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!